Ходьба и обменный процесс, ну это как бы старение, метаболизм, метаболический синдром, все такое. Диабет. Диабет это платформа для, ой, метаболический синдром это платформа для диабета. Вот. Абдоминальное ожирение, октружность талии, меряем у себя, 94 и больше для мужчин, значит будет у вас метаболический синдром, 80 и больше для женщин. Если больше, померили, все просто, значит у вас метаболический синдром. Можно по анализам. Триглецериды, холестерин, вот, глюкоза в плазме натощак и давление. Вот. Ну вот это все, триглицериды, холестерин, глюкоза, я как бы не очень этому доверяю. Вот метаболический синдром, как определить. Потому что это плавающий показатель, они могут в течение дня изменяться у человека. Вот. Давление тоже плавающий показатель. Вот. Поэтому я верю, вот, больше здесь, как ни странно, простому методу это померить талию. Вот. Если вы мой коллега и меня смотрите сейчас, ну как вам вот быть, да, вот, как понять там человеку назначить, не назначить. Пришел к вам, взяли сантиметр, померили. Больше у него, значит, чем 80 у женщины и чем 94 у мужчины. Гони его смело на ходьбу. Чего бы у него не был, там, диабет, там, первый, второй, без разницы. Будет ходить, будет жить. Не будет ходить, ты его хоть какими-то таблетками закорми, все равно будет болеть и в итоге раньше времени умрет. И все. И никаких проблем. Все просто. Любимая моя, что-то меня на стихи, на пословицы потянуло, да, на всякие цитаты. Ну, хорошие, приходит на ум. Грех не сказать-то людям. Такой святой был Амвросий Оптинский. Он говорил как, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вот здесь вот живой пример с ходьбой и хроническими заболеваниями, да, просто все. Вот есть причина, видите, увидьте ее и устраняйте причину, восполняйте недостатки ходьбы. Просто. А вот это все, питьеватая там. Сейчас мы тут измерим, таблетку дадим. Плохо заканчивается. Потому что там нету ангелов, как Амвросий Оптинский говорил. Так. Прогноз. Не могут ничего сделать. Толпа естествоиспытателей не может ничего сделать с этим. Понимаете, все распространяется. Диабет увеличивается. 171 миллионов человек в 2000 году. В 30-м будет уже 336. Не могут ничего сделать. Борются с диабетом, там, инсулины, школы питания, школы диабета. Что только не придумывают. Вот все борются. И ведь борются целенаправленно. А бороться надо с гиподинамией. Понимаешь, тогда вот этот прогноз, он не сбудется. А если вот это продолжать, то и больше будет, чем 336 миллионов диабета. Ну, какая-то вообще... Какая-то чушь вообще, я не понимаю. Вот эти все хронически больные люди, да, у них у всех недостаток движения. Гиподинамия. И это причина того, почему они в этом состоянии находятся. Они приходят к врачам, врачи им не говорят, что знаешь, все это, конечно, хорошо, я тебе облегчу состояние таблетками. Но если ты ходить не начнешь, потому что это причина того, что ты болеешь. Это причина того, что ты болеешь. То ты хоть пей таблетки, хоть не пей, хоть питайся там, хоть какую-то там диету соблюдай. Хоть ты там на голове стой, хоть в Тибет едь к йогам, хоть к хилерам едь филиппинским, чтобы они тебе это там что-то там сделали. Хоть куда едь, все равно помрешь. Потому что причину ты не убрал. Ну, это как-то... А люди мучаются, пьют, думают, что они лечатся, понимаешь, им не помогает, они разочаровываются, иду к другому врачу. Это врачу-то свое, ну, знаешь. Потом, все, медицина фигня, это официальные таблетки, дураки там одни. Пойду я к знахарям, там, поеду в горы, там, к пчеловодам пойду, там, еще куда-то, там, трав наемся, там, травником пойду, все. Вот эти тоже не помогают, все лечь, понимаешь, все, и травники, и эти, и эти. А причина того, что он не двигается, понимаешь, у него накопилась гиподинамия, и появились симптомы, да, которые мы называем болезнями. Ну, истину надо увидеть, открыть сознание, да, расширить его, и посмотреть на проблему с высоты птичьего полета и врачам, и пациентам. Одумайтесь, люди, что вы делаете? Увидьте, наконец, истину, тем более, что она научно доказана. Как-то логично же это? Да и приятно на душе остановиться. Знаете, когда истину видишь, начинаешь понимать, что в каком прекрасном мире, какое наше тело замечательное вообще, как оно может восстанавливаться, как оно вообще, какой кайф вообще от этого, от всего. Это же вообще бомба. Сразу понимаешь, что есть природа, есть космос там вокруг, там есть вот все, вот это вот как-то работает, там, и это вообще надо смотреть на это, как на чудо, и пользоваться этим чудом, а не жить вот в этой таблетке, то и все, это нельзя, то нельзя, все, там, ну, все. Ладно, дальше идем. Почти во всех случаях диабет второго типа. Ну, в общем, это, ну, диабет, даже не хочу вдаваться, я вам истину рассказал, вот, кому интересно, там, прочитайте вот это вот. Все это, я сказал, все хронические заболевания, все, это не заболевания, это симптомы, недостатка движения и слабого гипоталамуса. Когда кровоток нарушен в шее, шея такая вот становится, человек не может ничего, почему, потому гипоталамус не работает. Так, ладно, про Дильмана я, кстати, писал в моей книге «Медицина здоровья против медицины болезней, другой путь», я ее посвятил Дильману, там так написано, посвящается Владимиру Михайловичу Дильману, великому теоретику и практику эндокринологической физиологии. И там про его теорию написано, и описано, как все это работает. Так, ладно, исследования, проводимые в течение шести лет, в одно и то же время в Китае и США, в состав которых входило более 500 человек, показали, что при введении упражнений в образ жизни снизился риск диабета второго типа на 58%. Все, что еще нужно? Что и требовалось доказать. А борются с диабетом, институты там создают, что-то там и такие, и сякие какие-то моменты. Ходьбу назначайте людям. Не будет у них диабета, не нужны будут ваши институты все. В другим будете заниматься. Физкультурой все будем, коллеги, заниматься. Что, тоже выгодное дело. Люди лучше за физкультуру деньги заплатят, чем вот за эти таблетки. И поверьте мне, с удовольствием еще и будут нас на руках носить. А так мы для них, врачи становятся, как какие-то эти самые алхимики какие-то сидят там, что-то там варят там. Сейчас мы там сварим что-нибудь еще, траванем их там. Вот так уже люди воспринимают. Уже как-то стыдно уже за медицинское вот это вот... Не знаю, как назвать уже. Какие-то слова уже нехорошие на языке вертятся. Вот, есть доказано. Что вам еще надо-то? Вот, 58%. Ни одна таблетка не снизит риск диабета на 58%. Даже инсулин не снизит. А повысит только наоборот. А то здесь вот снижается. Что вам еще надо-то? Вот, используйте. Ну, пациенты, если вам не назначают, вот вам я рассказал, используйте все. Бесплатно вам даю совет. Какой совет? Не совет, рецепт вам назначаю. Ходьба. В Китае и в США доказали. Правда, они доказали, а сами этого не делают. Ну, это как, знаете, похоже, как... Вот, мы имеем дело с прекрасной биологической системой, нашим телом, да? Сложнейшая машина. Мы ее не изучили, никогда не изучим до конца. Это чудо природы. Мы это все, как бы, вот имеем. А мы это не используем. Почему не используем? Это похоже, как вот обезьяну посади в самолет, да? Вот, она будет там бегать по этому самолету, но воздух не взлетит, да? Потому что, как бы, не умеет, ну, не понимает она, что там надо как-то по-другому. И здесь то же самое. Находимся у источника здоровья, вот он внутри нас, этот источник здоровья. И не пьем из этого источника. Вот, умираем от жажды, все, погибаем, отравляемся при этом. Ну, пьем зато всякие микстуры там, да, которые... Вот, а воду не пьем, живительную силу жизни не употребляем внутрь. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы! Продолжение следует...